Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день опубликую что-нибудь новое по танкам. Как только что-то появляется на продаже, я сразу снимаю об этом обзор, для того, чтобы вы понимали, стоит ли вам тратить вашу кровную голду, ну или реальные деньги на приобретение того или иного товара. Если вы хотите ничего не пропускать, быть в курсе свежих новостей, а главное видеть абсолютно честные обзоры, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик, ну и буду благодарен вам, если вы поставите лайк данному видео. Ну а в данном видео мы с вами обсудим G-SOR 1008, который вышел в составе шикарнейшего набора на продажу всего лишь за 7000 голды. Почему я говорю именно так? Ну, во-первых, начнем с того, что вы получаете себе очень годную, приятную ПТ-ху, и ПТ-водам многим она действительно понравится. Ну а во-вторых, вы за эти 7000 голды получаете себе X5 в количестве 20 штук на G-SOR, которые вы действительно толково сможете реализовать и получить приятное количество элитного опыта. Ну и плюс к тому, получаете себе открытое оборудование, что поможет сэкономить в районе 3,5 миллионов серебра, а главное, получаете уникальный внешний вид на данную машину. Без этого уникального внешнего вида машина действительно смотрится как-то тускловато. И долгое время данный аппарат был у меня без этого легендарного внешнего вида, и когда он у меня появился, я, честно говоря, обрадовался. Хотя не являюсь особым ценителем легендарных внешних видов в нашей игре, и не всегда вижу смысл покупать себе какую-то легендарочку по цене какого-нибудь танка. 7000 голды это вполне нормальный ценник для данной ПТ-хи, даже в полностью голом ее состоянии. Ну а здесь вы получаете вполне себе приятный наборчик. В чем является фишка данной ПТ-хи, и в чем основной интерес данной машины? Но, во-первых, по поводу интереса по броне вы можете сразу забыть. Интереса по броне здесь, как вы видите, абсолютно никакого нет. Это полностью картонный аппарат, который прошивается всеми и куда ни лень. В отношении кормы, в отношении бортов, в отношении, назовем это затылком, да, рубки здесь полный картон. 25 миллиметров прошивается любыми фугасами. В отношении передней части здесь есть какие-то привиденки, которые порой где-то даже доходят до 140 миллиметров. Но, сами понимаете, на восьмом уровне это тоже прошивается все просто-таки на ура. Короче говоря, эта ПТ-ха явно не для того, чтобы прорывать какое-то направление. Вы шикарная ПТ-шка поддержки, которая должна оказывать поддержку своим союзникам, своим великолепным орудием. В чем же великолепие данного орудия, так это в том, что, во-первых, оно является действительно очень точным орудием. Время сведения крайне приятное 3,3. При этом всем вы имеете разброс 0,340, что тоже вполне себе приемлемо. Довольно-таки классный ДПМ, который на средних и дальних расстояниях вполне реализуем в 2445 единиц. С приятным временем перезарядки магазина в целом 14,5 секунд. Нормальное время перезарядки между собой снарядов в 2,5 секунды. Да, порой хотелось бы, чтобы перезаряжалось быстрее. Но, ребят, давайте уж все-таки говорить откровенно. Если бы здесь было КД между собой снарядов в магазине, то это была бы уже имба, я имею в виду. Если бы это время КД было еще меньше. Ну и плюс к тому, вы имеете 2 снаряда в запасе, каждый из которых на базовом снаряде закидывает по 350 единиц урона. А это 700 среднего урона с барабана с довольно неплохим пробитием в 268 на 8 уровне. И плюс к тому, вы имеете хэш-фугасы, так называемые, осколочно-фугасные снаряды с повышенным уровнем пробития в 184 миллиметра. И при этом, если вы ими пользуетесь, то средний урон за выстрел у вас уже составляет не 350, а 440, а значит с барабана в 880 единиц на 8 уровне. Это действительно очень большой показатель для ПТ-х. Ну и плюс к тому, вы имеете у себя на вооружении угол склонения орудия вниз в минус 8, что позволяет вам качественно отыгрывать от всякого рода неровностей. Но, понятное дело, играть не от рубки, потому что прошивается она просто без проблем. С другой стороны, рубка довольно маленькая и на дальних расстояниях конкретно рубочку выцелить будет действительно сложно. В общем, в целом, мне G-SOR заходит очень сильно. Я ПТ-вод и мне нравится играть на данной ПТ-шке. Да, пускай я не постоянно использую осколочно-фугасные голдовые снаряды, но в целом даже базовых снарядов в основном мне достаточно для того, чтобы быть полезным своей команде. Ну что, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна в первом попавшемся бою. Единственное что, перейду в привоходство из встречки, дабы просто поиграть с большим комфортом и удовольствием. Не нравятся мне встречные бои. Ну что, поехали. Ну что ж, друзья, погнали. И, как обычно, начинаем тестить машину с ее подвижности. Подвижность у данной ПТ-хи довольно-таки приятная. Едешь, как на среднем танке. По размерам, кстати, тоже очень похоже на средняк. Ну или даже на некоторые легкие танки. Когда машинку раскочегаришь, твои более 40 километров движения вперед дают о себе знать. И ты довольно-таки быстро занимаешь позиции, которые тебе интересны в бою. Дальше необходимо подождать, пока твои союзники кого-то подсветят. Ну и когда засвет будет, тогда уже можно выезжать и на отвлеченных противниках отыгрываться своим барабаном в два снаряда. В отношении времени перезарядки самого барабана требует, требует немножечко привычки. Но в целом за какие-то 5-7 боев к этому времени перезарядки ты привыкаешь. И дальше ты просто не замечаешь того времени, за которое барабан перезаряжается по полной. Так, что делать будем? Наши поехали налево. Я так понимаю, что скорее всего в том направлении никого особо они не встретят. Скорее всего вся команда противников скучковалась в районе центра карты, ближе к точке А. Ну а значит у нас есть все возможности подъехать немножечко сбоку или с кормы. Ну и понакидывать осколочно-фугасными, которые сразу себе заряжают. Итак, осколочно-фугасные, время по сведению нормальное, по точности все очень классно. Мне в принципе достаточно. Порой безусловно игра где-то как-то немножко откручивает для того, чтобы вы не прям сильно имбовали. Ну а теперь обратите внимание на время перезарядки самого магазина. Как видите магазин у меня уже перезарядился и я вполне спокойно забираю первого соперника. Заряжаю осколочно-фугасный голдовый, закидываю 436 единиц в затылок Эмилю Первому и ухожу опять благополучно на новое время перезарядки по барабану. С левой стороны, к сожалению, никто не поддерживает в отношении ТТХи, которая там заезжает. Хотя, если бы там было кому встретить, нормально. Все нормально, проскочили. Едем дальше. Где у нас следующая жертва? А вот и она. Первый. Прощай. Ну а теперь опять заряжаем. А тут уже в принципе осколочно-фугасного голдового-то и не надо для того, чтобы добрать следующего соперника. Итого 3 фрага на нашем счету, причем у меня осталось половина ХП. В принципе, залог успеха игры на данной машине это не быковать. Не ехать первым на амбразуру, не пытаться продавить какое-то направление, потому что вы действительно картон. И как только вы опустошаете хоть и очень клевый свой барабан, после этого вы начинаете отхватывать от своих соперников. А если их там несколько, то в целом вашего запаса прочности не будет достаточно для того, чтобы самостоятельно постоять за себя. Ну и соответственно выжить в той ситуации, в которую вы попали. Играйте осторожно, играйте от команды, играйте на второй линии, а порой даже и на третьей. Ребят, пусть... Ну что ж вы так, а? Поджал меня в СС-114, хотя у меня был шанс заехать и сделать еще один фраг. Мне лично Джессор очень сильно нравится, и в свое время я его не воспринимал абсолютно. До тех пор, пока случайно не купил его, если я правильно помню, на новогоднем аукционе. И вот после того, как я отыграл на нем, как я уже говорил, 5-7 каток и понял, чего он от меня хочет, Данная ПТ-ха стала одной из самых любимых ПТ-шек на восьмом уровне, которые предоставляют мне абсолютно нестандартный геймплей. Да, я не занял топ-3 в команде по урону. Были более рукастые танкисты, которые гораздо раньше, чем я, встретили своих соперников. Ну и соответственно на них отработали свою альфу, ну или будем называть это, отработали свой ДПМ. При этом всем, можно ли сказать, что я не сделал абсолютно ничего для победы? Нельзя, потому что, да, пускай я нанес урона всего лишь в тысячу, но благодаря своему довольно скорострельному барабану, я минуснул 3 ствола из 7 стволов, в принципе, присутствующих в бою среди наших соперников. В общем, в отношении Джессора, в данном случае, могу сказать только одно. Если вы ПТ-вод и хотите получить себе какой-нибудь нестандартный геймплей, под нестандартным геймплеем я имею в виду не геймплей обычной там ИСУ-152, или той же самой ИСУ-130, того же самого Тортел МК-1, то вот эта машина действительно вас удивит. Поворачивающаяся рубка, барабан на два снаряда, хэш-фугасы, довольно неплохая подвижность, не сильно большие размеры, хороший угол склонения орудия и просто великолепные потенциальные возможности на то, чтобы поддерживать свою команду. Делаю ли я рекламу Джессору 1008? Да, делаю, потому что в данном случае считаю, что эта машина действительно достойна внимания. Когда я не считаю машину годной, я об этом говорю прямо, и таких случаев на канале было уже достаточное количество. Всем предлагаю все-таки пользоваться собственным умом в принятии решения в отношении того, на что тратить вам вашу кровную голду. Но поверьте, если вы купите Джессора, это не будет причиной для того, чтобы писать мне в комментариях о том, что вы пожалели о том, что послушали моего совета. Опять-таки повторюсь, если вы являетесь именно ПТ-водом. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю грамотных покупок, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.